Муравленковцы прошли добровольное тестирование на ВИЧ. Проверить здоровье с помощью экспресс-теста все желающие могли в мобильном пункте, который работал в молодёжном сквере. Без предварительной записи и документов. Узнать свой ВИЧ-статус сегодня мог каждый житель города. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом на Ямале запустили профилактическую акцию «Тест на ВИЧ-экспедиция». Сотрудники окруженного СПИД-центра разворачивают в муниципалитетах мобильные пункты экспресс-тестирования, консультируют о путях передачи инфекций и мерах профилактики. По словам специалистов, о вирусе иммунодефицита человека сегодня необходимо знать каждому. Чем выше информированность людей, тем быстрее мы избавляемся от стереотипов, а в обществе снижается дискриминация ВИЧ-инфицированных. Если определенное количество времени назад люди говорят, что нас это не касается, мы об этом знаем всё, и остерегались прохождение тестирования, сегодня люди информированы, знают о данном заболевании, проходят тестирование, вот таких отголосков, что я не пойду, я не хочу, как бы встречается много меньше, и люди проходят, узнают свой ВИЧ-статус и продолжают дальше жить, уже с известным ВИЧ-статусом. В акции активное участие принимают волонтеры. Ребята рассказывают прохожим об особенностях ВИЧ-инфекции, существующих методах терапии и психологической поддержки больных. Не так уж сложно, просто это анонимно. Пришёл, сделал тест, подождал нас минуты, и всё. Многие заболевают, причём даже многие не знают о том, что болеют. Многие считают, что если они пришли в больницу, сдали кровь, то им сразу всё скажут. Сегодня в нашей стране с вирусом иммунодефицита живут около 37 миллионов граждан. Ежедневно им заражается более 200 человек. На учёте у инфекциониста состоят почти 100 муравленковцев с ВИЧ-положительным статусом. У десятерых заболевания выявили в этом году. Я считаю, такие акции очень важны. Каждому гражданину, людям, всем нужно знать свой ВИЧ-статус. Тем более удобно, бесплатно. Пожалуйста, всем горожанам можно сдать тест на ВИЧ. Особенно важно это для подрастающего поколения, для молодёжи, чтобы они знали свой статус и беспокоились о своём здоровье. Врачи утверждают, сегодня ВИЧ-неприговор. Правильно подобранное лечение и соблюдение медицинских рекомендаций позволяет сохранить качество и продолжительность жизни инфицированного человека. Сойдёт поражение иммунной системы под воздействием вируса. Люди, зная свой ВИЧ-статус, принимают препараты. Единственное, оно – это ежедневный приём препаратов. Они продолжают жить абсолютно, рождают при помощи медицинских работников абсолютно здоровых детей. И занимаются спортом, карьера, работа. Абсолютно ограничений в жизни нет. Благодаря своевременному лечению с вирусом иммунодефицита можно прожить долгую и благополучную жизнь. Поэтому так важно выявлять болезнь на ранней стадии. А чтобы не заразиться, необходимо соблюдать меры профилактики и знать пути передачи ВИЧ-инфекции. Наталья Матюшкина, Пётр Князев, Новости Муравленко.